Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Семь минут». И сегодня у нас в гостях Александра Аксёнова, главный библиотекарь Центральной детской библиотеки города Рязани, которая находится у нас в Канищево. На улице Станкозаводской. Ну, во-первых, здравствуйте тоже. У меня очень хорошее настроение, потому что я вчера увидела всех детей, пришедших, так сказать, с лета. Все здоровые, улыбаются, поэтому я думаю, что мы не зря с ними работаем и делаем такое дело. Саша, вы так говорите, как будто бы у вас не библиотека, а, не знаю, какой-то детский кружок. Неужели дети ходят не только для того, чтобы взять книгу, прочитать, но и так просто собираются? С какой целью? Конечно. Во-первых, библиотека – это не только чтение книг и получение очень ценной информации для ребёнка, для подростка, даже для родителей. Это ещё и способ общения между собой. Причём мы также находимся, у нас есть сайт свой, где можно найти всю информацию о проходящих мероприятиях, о прошедших, то есть какой-то анонс получить. Общение, и дети ходят туда на… у нас кружки есть различные. Плюс ко всему, они приходят на мастер-классы разные, у нас очень много проходит мастер-классов. То есть получение не только информации, но и какое-то общение между собой. К сожалению, лето не так давно закончилось. Обычно летом дети куда-то уезжают на каникулы в деревне, но, насколько я знаю, вы всё равно проводили достаточно много мероприятий. Несколько слов об этих мероприятиях. И собирались ли на них дети? Кто-то приходил? Конечно. Больше хочу сказать, те мероприятия, которые были городского плана, то есть не касающиеся Конещева и улиц Станка-Заводской, например, на Почтовой, люди даже, как я уже говорила, когда-то приходят, приезжают, потому что им очень нравится наша площадка, которая включает не только игры, развлечения, но ещё и чтение. То есть мы всегда привозим интересные книги с собой, которые можно взять в руку, полистать, посмотреть, ну и, конечно, к нам прийти впоследствии. Александр, вообще сегодня считается, что мы, в принципе, стали читать меньше, а если и читаем, то это электронные книги. В общем, в библиотеки ходим гораздо реже. Вот, судя по вашим маленьким читателям, это действительно так? Дети стали ходить реже в библиотеку? Читать стали меньше, но не потому, что детям это не нравится, и детям это не нужно, и они отторгают книгу, да, а потому что у нас появились другие способы. Вот вы говорите, да, гаджеты, что тоже очень удобно, потому что, допустим, на пляж или куда-то в автобус с собой неудобно взять, да, книгу, поэтому мы берём электронную книгу. И это не говорит о том, что мы не читаем. В интернет, когда мы выходим, выходят наши дети, они тоже читают. Поэтому, в принципе, дети читают, да, и читают достаточно много. Что касается книг, мы, конечно, за книгу. Мы не против гаджетов. Мы хотим, чтобы наши дети приходили, читали, брали книгу, общались с книгой, потому что, как Сухамлинский писал, хорошая книга, она может перевернуть жизнь человека. Поэтому всячески стараемся доказать, показать детям, как можно без гаджета, без других способов, конкретно именно с книгой, не только её читать, но и сквозь книгу общаться со своим собеседником, другом, как можно поиграть с этой книгой, потому что способов очень много, и на этих праздниках, которые мы проводим, мы и родителям такой небольшой мастер-класс проводим, как можно разнообразить чтение и дома, и на улице, потому что у нас такой девиз – читать везде. Везде, где только можно. Вот начался новый учебный год. Какие мероприятия у вас запланированы, направленные, наверное, на привлечение ещё большего количества читателей в библиотеку? Конечно. Мы не только хотим привлечь новых читателей в библиотеку, но ведём статистику, что больше нравится, что сейчас читают, что модно. Открыли мы сезон, приглашали школу 58-ю, у нас был праздник. Но мы не только праздники проводим, и у нас не только проходят массовые мероприятия, но и мероприятия другого характера, выставки всевозможные. Как я говорила, мастер-классы. Мастер-классы очень нравятся детям. Во-первых, они получают информацию не только о тех книгах, где они могут получить этот мастер-класс, но и плюс к всему общение между собой и какое-то действие. Программа на следующий год, она обширная. Во-первых, у нас и абонемент, и читальный зал работают по программам. В читальном зале по экологии у нас программа. На абонементе программа по краеведению. Есть у нас кружок «Умелые руки», занимается каждое воскресенье, поэтому сразу рекламу небольшую, приходите к нам, мы вас ждем. Занимается не только с детьми, но у нас идет и родитель с ребенком занимается, если он маленький. Что касается массовой работы, начнем с сентября. Кратко я, может, такой анонс сделаю. В сентябре много мероприятий по знакомству новых читателей, которые к нам пришли с библиотекой. Потом у нас информационный класс компьютерный, который тоже работает по программе. Компьютерная грамотность и как себя вести правильно в интернете, как правильную информацию найти, тоже работает по программе. И следующий у нас этап – это, конечно, здоровый образ жизни. Так как мы пошли все в школу, а мы неотделимы от нее, у нас будет проходить конкурс. В том году это было здоровым быть модно. В этом году, конечно, программа обширная, мы будем приглашать специалистов различного рода характера для общения с детьми. И такой завершающим – это, конечно же, вот этот конкурс. Ну, там Новый год, соответственно, Новый год. Попутно, конечно, мы планируем, но жизнь настолько быстротечна, и все в жизни так быстро и резко меняется, что мы этот план даже как-то меняем, корректируем, вносим какие-то новые мероприятия, делаем те же мастер-классы. Поэтому смотрим по детям, по обстановке. И у нас вот за это лето, возвращаясь к нему, хочу сказать, что впоследствии проведенной работы у нас появилась какая-то волонтерская даже группа ребят. Особенно после мастер-классов они так довольны и хотят еще, что они говорят, мы вам будем помогать в этих мероприятиях. Поэтому в следующий раз я думаю, что они нам помогут. Александр, вот вы говорили, что какие-то мастер-классы дети могут с родителями приходить. На самом деле иногда бывает сложно именно родителям помочь ребенку с учебой, выбрать какие-то книги, которые ребенку стоило бы прочитать. Вы помогаете мамам и папам в образовательном процессе? Конечно. Больше хочу сказать, что те родители, которые иногда приходят к нам, потому что если ребенок вдруг записал какую-то книгу, он может ошибиться, что-то неправильное, и в итоге он побоится, потому что не каждый ребенок может подойти и спросить. Побоится сам это сделать. И родитель приходит, говорит, помогите, не пойму, что написал, какую книгу нужно. Мы, во-первых, помогаем. Во-вторых, всех родителей, которые имеют такие проблемы, мы приглашаем к себе на абонемент в читальный зал пообщаться с нашими специалистами-библиотекарями, которые помогут выстроить правильный диалог с ребенком, выяснить, что ему нравится больше, и направить в нужном направлении. То есть если любит фантастику, как выявить вот эти предпочтения у ребенка. А потом по поводу образовательного процесса. У нас читальный зал, у нас компьютерный класс. Дети иногда со школы приходят к нам переждать какое-то время, пока придет родитель, заберет его, и отправятся они домой. Это время мы даром не теряем, мы помогаем. Если есть вопросы у ребенка, и он сам не может выполнить задания, у нас большое количество книг, мы обязательно поможем. Всегда открыты. Так что пусть приходят и спрашивают. То есть получается у вас не только библиотека, но еще и продленка, еще и такой центр по каким-то мастер-классам многофункциональная. Многофункциональная, ну потому что вы же заметили, что жизнь меняется, и как раньше была библиотека, где можно прийти, взять книгу, сейчас это понятие меняется, модернизируется. Поэтому почему бы и нет? Нет. Потому что библиотека – это культурный центр, а в культурном центре тихо должно быть. Но это не значит, что мы ограничены в действиях. Ну что ж, я думаю, что сегодня наши зрители, некоторые, возможно, узнали действительно для себя что-то новое. Я надеюсь, что количество маленьких читателей у вас в этом учебном году увеличится. Спасибо большое. Мы вас всех ждем. Читайте больше. И родителей тоже. Большое спасибо, что вы нашли время к нам прийти. Ну а программа наша подходит к концу. Мы с вами прощаемся, дорогие телезрители. Желаем вам всего наилучшего. Увидимся в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова